679 день войны. Накануне Россия вновь обстреляла Украину. Массированные обстрелы, гигантское количество ракет и беспилотников, большое количество поврежденных гражданских объектов и жилых домов. Российская сторона вновь отчитывается о том, что все военные цели поражены и вообще атаки идут только по военным целям, но фото и видеозаписи показывают, что это не соответствует действительности. Ну а сказки про пораженные военные объекты мы слышим уже два года и подтверждения этим сказкам не находим. При этом Россия запускает ракеты не только по территории Украины, но и по территории Воронежа, например. То, что Минобороны России называют нештатным сходом боеприпаса, собственно, упало в Воронежской области и повредило дома уже там. Российские пропагандисты попытались сначала сказать, что это террористическая атака Украины, но оказалось, что это террористическая атака Министерства обороны России. Также продолжаются обстрелы Белгорода. Наконец-то местные власти поняли, что речь идет о войне и в том числе начали вовремя включать сирены, сигналы тревоги, выдали рекомендации жителям, что делать во время обстрелов и также сократили количество работы общественных заведений. То есть, собственно, Белгород начал понимать, что он военный прифронтовой город и что там должно быть соответствующее к этому отношению, чтобы сберечь жизни гражданских. Также на линии фронта, где особо не происходят изменений, идут позиционные бои, хоть и с большим количеством жертв, на линии фронта уничтожен, впервые уничтожен российский комплекс «Ястреб». Он лишь недавно был поставлен в российские войска и уже прошел боевое крещение. Правда, знаете, при этом самом крещении утонул, то есть был уничтожен. Об этом и многом другом сегодняшние не сводки. Вы можете традиционно ее поддержать лайком, комментарием, подпиской на канал, все это помогает продвигать видео. Ну и, конечно, поддерживайте сам канал финансово на сервисе Patreon. С помощью вашей поддержки канал продолжает существовать и быть независимым. Ну а теперь переходим к новостям и событиям последних 24 часов. Обстрел Киева и других городов Украины вновь был совершен российской стороной накануне. С 29 декабря почти в ежедневном режиме Россия уничтожает украинские гражданские объекты. Запускается огромное количество ракет и дронов. Суммарно за это время, с 29 декабря, Россия запустила по Украине 500 ракет. Это все под разговоры о якобы перемирии, еще о чем-то. Как New York Times писал про то, что Владимир Путин что-то жаждет какого-то перемирия. Ну вот в предновогодние дни и уже сразу после нового года Россия продолжает массированные обстрелы территории Украины. Есть большое количество кадров разрушенных зданий, горящих зданий, завалов, под которыми остаются люди. Речь идет не о военных объектах, не о системах ПВО, не о военных складах, не о военных частях, об обычных собственно гражданских объектов. О Харькове, о Киеве и о других городах Украины. Россия стреляет из всего, чего может и из чего не может тоже. Опять же, избирательности, судя по всему, большой в выборе целей нет. А большое количество, например, дронов запускается и вовсе по жилым кварталам с одной лишь целью разрядить украинское ПВО. То есть задача России в массовых атаках для того, чтобы истощить украинское ПВО и, соответственно, потом уже, может быть, нанести удары по военным объектам, может быть, это в кои-то веке у России получится, потому что до данного момента нанести какое-либо серьезное повреждение украинским военным объектам, расположенным в украинских городах, складам, например, или командным штабам у России не получалось. Зато Россия любит выдумывать, что она эти самые удары нанесла. Ну, как недавний удар по гостинице в Харькове, после которого российская страна заявила, что было уничтожено аж 200 каких-то украинских наемников, западных наемников, еще какая-то чушь. Никаких следов военных в этой гостинице не было и нет до сих пор, нет никаких некрологов. Однако там были западные журналисты, и в основном они там исселились, о чем рассказала, собственно, журналистская команда немецкого канала. Вот тактика российской стороны. Это для отчетов писать, что поразили военные объекты, а поражать при этом гражданские объекты не из чистого садизма, надо заметить, а из утилитарных соображений, то есть как можно больше разрядить и нагрузить украинское ПВО. Безусловно, это все является военными преступлениями, но мне кажется, что в нынешней войне уже подчеркивают отдельно военные преступления России, и Украины, и в целом военные преступления смысла не имеет. Россия с первых дней войны совершает военные преступления, сама война, которую ведет Россия, преступна, это агрессивная оккупационная война. И в этом контексте, мне кажется, знаете, говорить о каких-то нарушениях правил ведения войны со стороны воюющих сторон, это как, я не знаю, при глобальном наводнении говорить о том, что кто-то жвачку со стола украл. Не в смысле, что это не страшно, это действительно ужасно, те военные преступления, которые совершает Россия, ударяя по мирным городам. А, например, Киев действительно мирный город, с него не запускается каких-то ракет. Не столько потому, что не хотят, столько потому, что нет ракет такой дальности у Украины, чтобы, ну, наземного позирования, чтобы запускать их из Киева. Действительно, удары по гражданским объектам, расстрелы военнопленных и многое другое, что Россия делает регулярно, на постоянной основе, никак не наказывая тех, кто это осуществляет. Это страшные вещи. Но в целом вся война, и то, как она идет, и то, как Россия воюет, это одно большое глобальное нарушение международного права, нарушение правил ведения войны. Поэтому уже как-то мне кажется, что вот фиксировать каждое отдельное военное преступление, именно подчеркивая, что это оно, не имеет большого смысла, потому что, опять же, все российское руководство, все российское командование, каждый человек, там отдающий приказ, уже преступник, должен быть осужден за свои действия. Что сообщается об этих ударах? Просто чтобы вы понимали масштаб. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко привел подробности массированного удара по Киеву. По его словам, российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения. Первоначально российские войска атаковали Киев примерно 15 дронами «Шахет». Затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатой ракетой Х-101, Х-555 и Х-55. А самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 «Кинжал». По словам Попко, силы и средства ПВЛ уничтожили все беспилотники «Шахет». Больше 60 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 и десяток ракет «Кинжал». Особенно страшные последствия пишет он в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются, заявлял он вчера в середине дня. В целом ВСУ сбили все 35 дронов, запущенных по Украине, и 72 из 99 ракет, запущенных по стране. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские силы ПВО сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 59 из 70 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55, 3 из 3 крылатых ракет «Калибр». Залужный отметил, что 2 января войска РФ повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад. От себя добавлю, что именно такая массированная атака задумана как наиболее эффективная, потому что когда вы направляете разные виды ракет и делаете это одновременно, когда у вас комбинированная атака, система ПВО становится очень сложным, потому что разные цели, летящие на разной высоте, с разной скоростью, им очень сложно перестраиваться оперативно. Российские военные атаковали гражданскую критическую инфраструктуру, отметил Залужный, промышленные и военные объекты. Основным направлением удара был Киев, добавил главнокомандующий. Сначала россияне атаковали шахедами с юго-восточного направления, а утром применили стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95МС. Почему я часто привожу данные украинской стороны о количестве сбитых ракет и беспилотников и практически всегда игнорирую российские данные? Ну, потому что российские данные звучат, как мы всегда все сбили. Ну, то есть, если вы посмотрите, российская страна, даже когда был уничтожен с 400 Триумф, даже когда ЗРК БУК уничтожаются, даже когда вот есть факты, когда есть данные объективного контроля про прилеты, российская страна говорит, мы все сбили, это горит трава, не надо обращать внимания. То есть, российская страна неоднократно поймана на лжи. Украинская страна по поводу прилетов на лжи не поймана. Более того, Валерий Залужный всегда старается давать более-менее объективную картину. То есть, даже говорит о вещах, которые, не знаю, которые могли бы кого-то демотивировать. Вместе с того, чтобы говорить, у нас все замечательно, у нас все хорошо, мы все сбиваем, идем вперед и прочее, он говорит довольно честно. Залужный вообще, на мой взгляд, одна из ключевых фигур этой войны, одна из ключевых фигур украинской обороны, наравне с Зеленским. Я думаю, что вот Зеленский и Залужный, несмотря на то, что часто пишут о каких-то конфликтах у них между собой, я думаю, это два человека, которые останутся в мировой истории, в мировой истории войны, в мировой истории сопротивления, в мировой истории войны с превосходящей по различным параметрам страной, но войны успешной. Поэтому и Валерий Залужный, и Владимир Зеленский, мне кажется, ключевыми персонажами 20-х годов, 21-го века. Думаю, именно так они и будут отмечены в книжках. Но нас в данный момент интересует это как раз оценка эффективности сбития, в том числе, ракет. Довольно серьезно действует украинская система ПВО, много действительно сбивает, однако есть две проблемы. Первая, это что, конечно, при таких массированных атаках сбить все невозможно, даже в самой совершенной системе ПВО. Мы видели это на примере Израиля. Ну, то есть у Израиля железный купол. Это одна из самых передовых систем ПВО на планете Земля. Это, собственно, некоторое количество систем ПВО, большое количество систем ПВО, которые собой образуют, соответственно, полностью, они полностью закрывают определенное пространство над собой, образуют тот самый купол. Он не физически существующий купол, никакого купола там нет. Есть просто зона контроля воздушного, там в форме, ну, практически в форме кукула. Однако, собственно, ракеты, которые запускаются из сектора газа, в массе своей, это ракеты не очень технологичные. Там есть некоторое количество ракет, которые помогают производить Иран, или которые он поставляет, которые соответствуют современным ракетным вооружениям, но даже не уровня России, да, там, а уровни, ну, не знаю, середины прошлого века, может быть, 70-х годов прошлого века. Но даже такие ракеты, когда, собственно, сектор газа запускает их массово, иногда они пробивают железный купол. То есть они проходят сквозь него. Нет, часть ракеты Израиль не сбивает сам, специально не сбивает, когда ракета летит, вот они видят, что траектория полета ракеты чисто в никуда. Тогда не используются, собственно, заряды ПВО для того, чтобы их перехватывать. Но иногда бывает так, что действительно железный купол пропускает ракеты из-за перегрузки систем ПВО. То есть каждая машина ПВО, которая сама может состоять из нескольких машин, собственно, расчет ПВО, вот там летит у вас, не знаю, 5 ракет. И 5 ракет, допустим, это ПВО может сбить. Но если их летит 50, то пока будет перезаряжаться эта система ПВО и прочее, она не сможет покрыть все ракеты. Поэтому, вот, собственно, и в куполе железном, и в украинской системе ПВО по несколько расчетов ПВО закрывает тот или иной квадрат. Однако в случае действительно большой массированной атаки, особенно когда они идут волнами, особенно когда они идут несколько дней к ряду, к сожалению, возможности ограничены. Поэтому 100% сбития всех ракет, всех беспилотников не будет никогда ни у одной системы ПВО в мире, к сожалению. Есть там всякие лазерные какие-то разработки, из космоса стрелять, но пока это все в зачаточном выдуманном состоянии. Есть вторая большая проблема. Ну, когда вы сбиваете какую-то ракету летящую, она не аннигилируется в воздухе. К сожалению, даже взорвав фражскую ракету, есть обломки, которые падают с неба, которые горят, и которые тоже могут наносить урон, которые могут пробивать там окна зданий, крыши зданий, поджигать, быть причиной пожара. И это тоже гигантская проблема. Поэтому не существует система ПВО, не существует, собственно, такой системы противовоздушной обороны, которая могла бы покрыть полностью все и всячески сократить ущерб до нуля. Ущерб все равно, к сожалению, будет. Это мы видим в том числе и на свежих примерах. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдельно подчеркивает про 10 российских ракет «Кинжал». «Кинжал» — это вообще такая ракета, которой Россия очень гордится, говорят, что это вообще невероятное какое-то изобретение, которое невозможно сбить. Однако уже не первый раз эти самые «Кинжалы» сбиваются, и сейчас поставлен абсолютный рекорд — 10 из 10 сбитых «Кинжалов». И сбит это с помощью системы «Патриот». Собственно, у нее есть модификация системы «Патриот», которая позволяет сбивать, собственно, ракеты «Кинжал». И как раз это, наверное, большой, если так уж цинично говорить, большой пиар системы «Патриот» для всего мира, потому что система «Патриот» показывает себя как самая эффективная система противовоздушной обороны. «Это рекорд», — отмечает Залужный. «Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими», — сказал он в Твиттере. Он поблагодарил партнеров за «Патриот», отметив, что Украине нужно больше таких систем и боеприпасов к ним. Безусловно, Украине нужно как можно больше систем ПВО в принципе, потому что Россия, собственно, свои ракетные обстрелы делает очень регулярно. Вот сейчас, да, то есть как Россия долго копила ракеты, где-то месяца полтора мы вообще не видели ракетных обстрелов, и, собственно, снова их начинает запускать уже практически каждый день. Вот тьфу-тьфу-тьфу, когда я эту сводку записываю, пока информации о сигналах тревоги в Украине нет. Но, к сожалению, все еще может измениться в ближайшее время. Хотя, с точки зрения эффективности, конечно, с точки зрения военной эффективности, очень-очень как будто бы результат для российской стороны несерьезный. Ну, то есть ресурсы, которые потрачены на это, ракеты, которые потрачены на это, ведут практически к нулевому результату. В том смысле, что, да, поражаются гражданские объекты, да, возможно, цепляет и какие-то военные, хотя пока мы не видели подтверждений. Мы видели лишь одно потенциальное – это львовский ремонтный завод для танков. Но, опять же, мы не видели степени масштаба повреждений. Тут многие могут заметить, что, Майкл, слушай, мы же не можем ориентироваться исключительно на слова Украины, правда? Ну, более того, в Украине есть уголовная ответственность за распространение фотографий прилетов. А как же мы можем быть уверены, что Россия действительно не уничтожила те объекты, которые уничтожила? Ну, вопрос не праздный и важный. Давайте рассмотрим те факты, которые у нас есть. Значит, факт первый. С 24 февраля Россия каждый раз при своих обстрелах сообщает о поражении всех военных целей. Я напомню, 24 февраля Россия рассказывала, что уничтожила все украинские самолеты, все украинские ПВО, и, значит, очень радовалась по этому поводу. Ну, также сообщая, что вот выбиты все украинские военные, и сейчас вот все российская армия двинулась мега вперед. Дальше, казалось бы, должно было что-то измениться, когда стало понятно, что это очевидная ложь. И действительно был период, когда даже Z-каналы писали, что Коношенков клоун, что вот эти вот все отчеты не имеют отношения к действительности. Действительно, Коношенков постоянно врал. Это фиксировали, собственно, и осинтеры, которые его отсматривали. Просто врал про карту боевых действий, где какие происходят, врал про пораженные объекты. Например, по словам Коношенкова, хаймарсов уничтожено больше, чем было поставлено в Украину. А байрактаров, помните, такие, было уничтожено практически больше, чем они были произведены в принципе. Поэтому, собственно, словам Коношенкова, словам Министерства обороны России, веры нет вообще, потому что, по их словам, они уничтожают все и постоянно. Я вам больше скажу, не было ни одного ракетного обстрела российского, когда бы не были поражены все цели. Это невозможно ни в одной войне, ни в одной армии, невозможно вообще ни при одном обстреле поразить все цели, когда мы говорим про, собственно, какую-то страну или город с системой ПВО. То есть поразить все цели невозможно в принципе. Россия же это делает каждый раз. Более того, схема, по которой Россия рассказывает о своих гиперуспехах, есть же, смотрите, есть Коношенков, который говорит о невероятных успехах, а есть вот еще Зет-каналы, которые говорят о еще более невероятных успехах. Причем там какая схема? Схема от МЭВа. Я, поскольку Зет-каналы читаю активный, я все это знаю. Значит, какой-нибудь совсем ерундовый канал, типа образ будущего, который просто выдумывает постоянно все с пустого места. Там вечные инсайды. Это вот как раз тот канал, который недели три назад поразил бункер поляков на аэродроме Староконстантинов и все украинские самолеты. После чего украинские самолеты со Староконстантинового взлетели и расхерачивали Абадыканово-Черкасск, да? Значит, ну вот он, короче, что-нибудь такое вкидывает, очередной бред. Это перепечатывает какой-нибудь другой Зет-канал, и затем это перепечатывает какой-нибудь помойные СМИ со ссылкой на Зет-канал, а потом это перепечатывает уже не помойные СМИ со ссылкой на помойные СМИ. Ну как, все российские СМИ в информационном пространстве России, работающие за госсредства, это помойные СМИ. Но, значит, какие-то из них считаются помойными прям всеми, а какие-то из них считаются лишь некоторыми. И в итоге, вот по такой отмывочной цепочке, да, там в итоге получается, что чуть ли не всю армию Украины уничтожили за один удар, как об этом писали после вчерашнего обстрела. И отдельно там доставляют, конечно, наименование. Проблема в том, что эти люди, которые все это пишут, они, очевидно, ну там не понимают в войне ничего. И мне вот, например, нравилась там строчка, типа, уничтожены 4 танка Гепард. Как вам? Здорово. Вот. Но, к сожалению, несмотря на комичность вот этих вот попыток российской стороны в очередной раз заявить, что все вообще уничтожено и прочее, прочее, да, к сожалению, обстрелы реальные и погибшие тоже реальные, только гражданские, мирные люди, которые просто у себя в домах, которые вот, ну, 2 января, слушайте, там, это день, когда еще принято откисать, что называется, да, когда последний день, наверное, годности салатов, если вы их правильно хранили, по, там, телевизору или в интернете обычно смотрят какие-нибудь шоу часов в 5, так, кряду, лежа на диване. Сейчас, к сожалению, у меня нет такой возможности. Но когда-то, типа, лет 10 назад я тоже так делал, вот, это было классно, допиваешь оставшийся алкоголь, значит, с друзьями, или ездишь по вечеринкам к друзьям, знаете, есть же вот этот вот промежуток, там, с 30-го по где-то 7-е, 10-е, когда все везде постоянно устраивают вечеринки, и ты ездишь, вот, особо сильно не трезвеешь, а лишь иногда заезжаешь домой поспать и переодеться. И вот в эти моменты Россия продолжает бить. Начала бить 29-го числа, когда все готовились к праздникам, и вот продолжает бить сейчас, люди вынуждены быть в бомбоубежищах к людям. Понимаете, проблема еще с обстрелами не только в конкретно вот куда они ударили, а в том, что все люди боятся, что ударят. Да, ну, то есть, типа, каждый раз слышишь сигнал тревоги, а в Украине, к сожалению, его слышат постоянно, особенно вот последние 5 дней. Ты постоянно думаешь о том, а переживешь ли ты эту ракетную атаку. И кто-то, к сожалению, не переживает. Поэтому это абсолютно чудовищная история, которая в очередной раз просто ярко демонстрирует, что Россия, заявляя о каких-то военных обстрелах, о военных успехах, на самом деле просто уничтожает жизни людей, и не только людей, животных. Появились душерождирающие кадры, в том числе, как люди выносят своих животных из квартиры. Ну вот, например, тот самый Соломинский район Киева, который сильно пострадал. Видно видео, как, значит, одна из жительниц выносит ее по попугая и кота. Или вот, например, в Киевском центре спасения животных львица Юна получила серьезную контузию в ходе утренних обстрелов. Обломок ракеты упал в 300 метрах от ее вольера. В результате она полностью потеряла координацию. Но бомбят россияне не только Украину, но и Воронеж, например. Я, конечно, как завор... Ну, было сразу понятно, что это российская ракета, потому что, собственно, во время запусков просто приходит видеозапись с разрушенным домом Воронежской области. Там человек, ну вот, возможно, в том самом состоянии, которое я вам описывал, новогодние праздники, да, потому что он 2 января считает, что уже третья. Ну, теряешь немножко там счет времени, это не страшно. Вот в Воронежской области, собственно, такой прилет-прилет прям, прилет-прилет, можно сказать, и начали писать российские пропагандисты и кремлевские СМИ, что ВСУ нанесли удар по Воронежскому селу. Нахрена? Непонятно. Почему, например, в Белгородской области, да, там, Щебекина и другие населенные функты, почему туда прилетают украинские ракеты и снаряды периодически? Не потому что Украина пытается там кошмарить мирных, нет. Они туда прилетают, потому что Белгородская область вся усеяна российскими военными объектами. Собственно, вот буквально на днях был удар по одному из сел в Белгородской области, красное что-то там. И потом пришла информация, что, да, там убито несколько российских солдат. То есть это все, военные объекты, объекты размещения российских военных, ракеты, системы ПВО. Ну, то есть это военные объекты. В Воронежской области, вот в этом селе, по крайней мере, по видео, никаких военных объектов не обнаружено. Поэтому как раз сразу-то и было понятно, что это именно российский сход. Тем не менее, собственно, пропагандисты это не остановило. Сразу они начали писать террористическая атака, ВСУ, бала-бла-бла. Позже власти, сначала власти признали, что это сход боеприпаса, а потом и Министерство обороны. Но пропагандисты извиняться не стали. Вот Скобейба, за которой лично наблюдала, по которой писал в Телеграме, она просто пост молча стыдливо потерла. Собственно, что там именно произошло? По версии Минобороны. Над Воронежской областью произошел нештатный сход боеприпаса, как они это назвали. Заявление ведомства приводит РИА Новости. Министерство сообщило, что 2 января около 9 утра при полете самолета ВКС РФ над селом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших, как они сообщили, нет. Повреждены 6 частных домов. Проводится расследование об обстоятельствах случившегося. Об аварийном сходе боеприпаса также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, предварительно разрушения зафиксированы в 7 домах поселка Петропавловка. Жители нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения. Собственно, к этому тоже надо быть готовым, потому что, я думаю, вы помните и с Белгородом такую историю, как там сошло два авиабомбы, которые чудом не разорвались, потому что тогда бы разрушения могли быть серьезные. Авиабомбы, они более разрушительные, чем ракеты, потому что они летят не совсем сами, то есть их доставляет самолет. Благодаря ОМПК они могут лететь дальше. Там радиус 30-40 километров примерно, их можно кидать благодаря ОМПК. Но в них, короче, очень много заряды, и их взрыв – это серьезная история. Да, а поскольку у России обслуживание техники и все остальное, оно как бы не на высочайшем уровне, более того, есть большое количество коррупции, есть большое количество замалчивания. Истории с такими сходами боеприпасов, безусловно, будут. Ну и в целом на войне это бывает всегда. То есть всегда есть какие-то аварийные случаи, да, можно тут отдельно пожурить Россию, но базово это происходит в любой армии. То есть и дружественный огонь, и внештатные сходы боеприпасов, как это называют, Минобороны, и прочее, прочее. Это происходит везде, поэтому чем дольше идет война, тем больше будут угрозы для российского населения, вот российской же армии. Помните, как самолет врезался в дом в Гейске, например, да, российский же? Таких вещей будет больше, чем более интенсивные боевые действия, чем больше применяются техники, тем больше такого, конечно, будет. Зеленский, комментируя удары России не по Воронежской области, но по Украине, сказал, что Россия обязательно ответит за все сделанное. Он опубликовал новые комментарии после российского массированного обстрела территории страны. 2 января 2024 года, и снова удар русских извергов. Почти 100 ракет разных типов, по меньшей мере 70 ракет сбиты, из них почти 60 в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову, сейчас идет ликвидация последствий. Патриоты, Айрисы, Насамсы, каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней, а за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать. Также Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Риша Сунаку во время переговоров по телефону, что за минувшие 5 дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества, отмечают СМИ, с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ. Отметили продуктивную работу на двустороннем соглашениях о гарантии безопасности для Украины в рамках Вильнюсской декларации стран Большой Семерки должны как можно быстрее ее финализировать, отмечают медиа результаты разговора Владимира Зеленского и Риши Сунака. Конечно, подводя итог здесь, с политической точки зрения Россия последние 5 дней совершает самоубийство. В каком смысле? Дело в том, что на самом деле принято считать, что от решений Запада зависит судьба Украины. Не совсем так. Точнее, да, безусловно, зависит. А просто дело в том, что в гораздо большей степени от решения Запада зависит судьба России. Почему? Потому что Украина в начале этой войны демонстрировала, что с западной помощью или беззападной помощью она будет сражаться. Она будет сражаться, она будет противостоять. Для Украины это отечественная война, для Украины это борьба с фашистскими оккупантами. И два года мы видим исключительную смелость и героизм украинского общества и населения. Вопрос лишь в том, насколько успешна будет их борьба и насколько надолго затянется эта война. И вот в этом смысле западная помощь важна для Украины. А для России это вопрос экзистенциальный, как рассказывал Владимир Путин, но не для всей страны, а для конкретно Владимира Путина и его власти. Потому что на данный момент, имея преимущество по самолетам, по ракетам, по количеству техники, вот по всем этим параметрам у России преимущества, причем существенные. При этом всем она в военном паритете с Украиной. Россия не может продвигаться дальше. У России не получается ее блицкригов, у России не получается завладеть каким-то подавляющим успехом на линии фронта. А теперь представьте, если вот даже при этих условиях паритет, что будет, если Украину сравняют по самолетам, по ракетам и по количеству техники. Как будто бы представить в этом случае не то, что победу России, а хотя бы то, что военный паритет сохранится, практически невозможно. Поэтому на самом деле от скорости принятия решений на Западе, от количества и качества номенклатуры вооружений, поставляемой Украине, зависит во многом судьба путинского режима. И Путин это прекрасно понимает. Поэтому, собственно, очень важно, чтобы Запад понимал проблемность и опасность того, что делает Россия. И Россия в этом последние пять дней активно Западу помогала. Потому что пока Россия не обстреливала украинские города, была вот эта вот пауза, точнее Россия обстреливала, но исключительно дронами, Украина их успешно сбивала и больших разрушений не было, пока это продолжалось полтора месяца, как вы видели, на Западе активизировались разговоры, а вдруг перемирие, а вдруг можно как-то вот остановить войну прямо здесь и сейчас. Сейчас от этих разговоров не осталось и следа. Всем видно, что Россия продолжает пытаться уничтожить Украину. Всем видно, что Владимир Путин не настроен ни на какие настоящие переговоры. Всем видно, что цели России не изменились, а угрозы в адрес Одессы, угрозы в адрес Харькова, которые постоянно звучат из российского пропагандистского поля, убивают всякое желание Запада вот, значит, как-то стоять на месте и обсуждать какие-то переговоры. Как вы видите, эти публикации пропали наглухо. Ну, то есть, если еще в 20-х числах, перед 29-м числом, и в Нью-Йорк Таймс, и в других изданиях появлялись публикации о возможных переговорах, о сигналах Путина, то после этого они все исчезли. Поэтому Запад, наоборот, теперь может еще сильнее и быстрее активизировать собственные возможности по производству, о чем я рассказывал во вчерашней дне сводки о западных публикациях о наращивании собственных производств. И по-другому реагируют западные страны уже и на обстрелы России. Например, после предыдущего, в 29-е, 29-го числа, когда одна из ракет попала на территорию Польши, в этот раз, во время российского обстрела, Польша подняла в воздух 4 истребителя F-16, которые, судя по всему, должны контролировать воздушное пространство. Но также надо отметить обстрелы Белгорода, которые тоже продолжаются после массированных обстрелов, которые устраивает Россия в отношении украинских городов, прилетает по Белгороду. Еще раз напомню, что Белгород не является мирным городом. Белгород город военный, в том смысле, что он, во-первых, прифронтовой, а во-вторых, из него запускаются ракеты, там раскрутированы российские части. Но в основном важная история заключается в запуске ракет. Именно это отделяет... Ну, потому что в любом городе могут быть расквартированы военные, и они являются легитимной военной целью, и по ним можно бить, но вопрос о пустыщем ущербе. Но, значит, мирным городом Белгород не является, потому что с его территории запускаются ракеты, чему есть множество видеосвидетельств. Иногда даже эти ракеты запускаются и тут же возвращаются бумерангом обратно в сам Белгород. Такое тоже случалось. В общем, удары по Белгороду наносятся. Другое дело, что нельзя понять их масштаб, нельзя понять их успешность, потому что Россия, с своей стороны, естественно, рассказывает, что все сбито, при этом не до конца понятно, чем именно стреляют. То есть, наверное, да, на РЗО был похож предыдущий обстрел, похож ли нынешний, непонятно, потому что вот из кадров есть только, например, вот эти кадры работы российского ПВО, Панциря. Кстати, спасибо большое всем гражданам, всем белгородцам, которые вот такие видео делают и публикуют, потому что это позволяет выявить расположение российских систем ПВО. Только, пожалуйста, делайте их не из своих квартир, потому что вас смогут вычислить. Делайте это из каких-нибудь крыш домов, я не знаю, еще что-нибудь. Короче, заботьтесь о собственной безопасности. Ну, не публикуйте своих аккаунтов, естественно. Ну, а лучше, знаете, как что, ближний раз не рисковать, когда вы их делаете, не публикуйте их в публичный доступ, отправляйте куда следует. Вот, там с удовольствием все это примут. Ну, теперь немного о линии фронта. Собственно, больших изменений, опять же, нет. Я продолжаю следить за тем, что происходит и у Авдеевки, и на других направлениях. Там ситуация примерно следующая. Российские войска пытаются атаковать, проходят чуть вперед, потом украинские войска их откидывают. В общем, все это серая зона. Ну, вот, например, типовое. Та же история абсолютно. Ничего не поменялось. Россияне чуть продвинулись. Были снимки, подтверждающие это с 31 декабря. Потом украинцы отбили назад. И, в общем, типовое остается в серой зоне, как и на других направлениях. При этом все это сопровождается большими потерями стороны россиян. Опять же, вчера приводил статистику, что в последнюю неделю уходящего года потери России в три раза превосходили потери Украины. Поэтому по линии фронта что-то довольно сложно новое сказать, пока изменений не наблюдается. Что, скорее, хорошая новость, нежели плохая. Отдельно, единственное, что можно сказать, это такая мини-сенсация для тех, кто следил, это уничтожение российской контрбатарейной РЛС Ястреб-АВ. Ее стоимость составляет около 250 миллионов долларов. Она была уничтожена в Херсонской области при помощи либо Хаймарса, либо М270. Собственно, такая, типа, новейшая разработка. И прямо на днях, то ли вчера, то ли позавчера, Минобороны России рассказывала о том, что вот эта техника передана в войска и то, что это уникальный комплекс, он, короче, должен заниматься тем, что искать артиллерию, вражескую артиллерию и делать проще ее уничтожение. Супердорогой комплекс, суперразработка, аналогов нет, так сказать. И, короче, судя по всему, сразу, как только его кинули в боевые действия, на Херсонское направление, то есть там есть большая проблема, вот это вот для России, что с правого берега украинская артиллерия стреляет по левому берегу, где находятся российские войска, и тем самым эта артиллерия с правого берега прикрывает украинские группы, которые в Крынках, да, они все еще там остаются, Украина их все еще не выбила, в смысле Россия, извините, их все еще не выбила, все это так и остается. И вот, видимо, для того, чтобы закончить с этой проблемой, вот этот вот невероятный комплекс туда передвинули, и его быстренько уничтожили. Достаточно, то есть Украина нанесла по нему удар, пишут, что это, пишет Бутусов, что это воины 140-го отдельного разведственного батальона корпуса морской пехоты и 73-го морского центра специальных операций. Вычислили, нанесли удар, и все, до свидания. Значит, вот это вот уникальное вооружение за 250 миллионов долларов. Нет его больше, ну, точнее, оно, наверное, есть где-то в войсках, но, собственно, конкретно этот экземпляр уничтожен. Теперь ненадолго переместимся в Россию. Ну, как ненадолго, до конца выпуска, я бы сказал. Все больше подтверждений того, что действительно Россия берет раненых и отправляет их на войну против их воли, не долечив. Появилась видеозапись, собственно, на которой виден этот процесс. Военнослужащие 57-й бригады из Хабаровского края, расположенной в городе Бикин, и их родственники сообщили, что их силы удерживают в расположении части, не дают выйти, чтобы, как утверждается, вновь отправить на войну. Это полный беспредел удерживает насильно солдат, еще и тех, кто даже военную комиссию не прошел. Кто-то вообще с серьезными ранениями, но всем им просто похрену. Собираются отправить наших ребят завтра на Украину. Не можем ни вещи, ничего передать. Забрали даже телефоны, написал несколько дней назад родственница одного из военнослужащих в чате Жон. И есть видеозапись изнутри вот этого всего. Как вас здесь забрали? И никто... Увели на четвертый этаж сначала. Там удерживали. Сейчас на третьем этаже. Так вас же никто, говорят, не держит. Все же здесь добровольно. Не пускают почему? Приказ чей? Командир бригады. Командира бригады. Так точно. Все же здесь добровольно, да? А начальник штаба что сказал? Нас здесь собрали, чтобы везти в Ростов на долечивание? Там долечат. А я здоров. Я хочу сам уехать. Как-то так. То есть, видимо, проблема живой силы все еще большая. В этих добровольцах, 500 тысяч добровольцев, никто не верит. Потому что никто их не видит. А раненых, собственно, пытаются на постоянной основе вернуть обратно в строй против их воли и недолеченных. Продолжается и еще одна проблема, о которой я не раз говорил. Это наличие вооружений в гражданском обороте. Нелегальном гражданском обороте. И, собственно, людей с ПТСР, которые возвращаются с войны. Конкретно здесь непонятно, является ли это человек отпускником с войны или бывшим заключенным. Или это просто человек. Однако ситуация следующая. Мужчина с гранатой попытался взять сигареты в магазине «Красное и белое», угрожая продавцу. Как пишет телеграм-канал «Таганрог.Происшествие», конфликт произошел еще 29 декабря. Покупатель потребовал сигареты в долг. И когда ему отказали, достал гранату. В магазине среди посетителей оказался полицейский, который обезвредил нападавшего и передал его коллегам. Вы могли подумать, ну, наверное, очередной случай с учебной гранатой, ну, светошумовой, на худой конец. Нет. Позже экспертизой было выявлено, что граната настоящая. Оборонительная. Радиус поражения до 200 метров. Это достаточно серьезное оружие. И, как видите, вот человек 29 декабря угрожал. Вообще, я думаю, что таких случаев уже много по России, просто о них мало сообщают. Более того, как вы помните, сообщалось, что медиа был дан приказ свыше, как можно меньше освещать, собственно, преступления такого рода, которые совершаются бывшими зэками или российскими военными. Поэтому я думаю, что эта проблема уже имеет массовый характер. Однако пока она не столь выпукла, ну, потому что просто Россия большая. Но в ближайшее время мы будем все больше и больше этого видеть. Люди с, собственно, посттравматическим синдромом, с ПТСР, при этом с большим количеством оружия, которое гуляет по стране, автоматы, пистолеты, гранаты, все это уже есть и будет лишь нарастать. И надо всем понять, что чем дольше будет идти война, тем больше будет падать ракет в Воронеже. Причем ракет Министерства обороны России. Тем больше будет погибать ваших родных и близких. А даже если их просто ранило, их раненых будут кидать обратно в бой, чтобы они уж точно померли. И тем больше будет преступности и криминала на улицах. Скоро выходить туда будет просто опасно для жизни. Ну, это, надеюсь, дойдет до каждого. И тогда какие-то процессы пойдут. Впрочем, процессы идут уже сейчас. Владимир Путин явно видит, что настрой граждан России поменялся. И война, они являются уже не просто неподдерживаемой, а уже есть много людей, которые от этого устали. Впрочем, об этом поговорим сегодня попозже, в следующем видео. Ну, а с вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok